Дорогие соотечественники! С покон века люди живут в соответствии с какими-то законами. Это законы писанные и не писанные. Законы, которые готовят юристы, утверждают парламенты или цари, монархи, общество. Или не писанные законы. Законы нравственные, моральные. Причем мораль тоже бывает разной. Есть мораль порядочных людей, мораль бандитов. У них тоже есть своя порядочность, свои понятия, как они ее понимают. И вот в этом хаосе, в этом смешении законов, писанных, неписанных, традиций, совести, справедливости мы и живем в этом нашем мире. В мире таком, каков он есть на самом деле. И вот чтобы разобраться со всеми этими вещами, связанными с понятиями закона, права, справедливости, мы пригласили в гости замечательного юриста, доктора, внимание, который защищал диссертацию в области политологии, но как юрист, он лучше других политологов понимает, насколько фундаментальны понятия государства и права, суверенитета и других понятий. С другой стороны, он практикующий адвокат, человек, который пересмотрел массу жизненных трагедий, массу жизненных коллизий, и которые вещи понимают не только снаружи теоретически, но и глубоко по-человечески, изнутри. Павел Медрикан, декан факультета в университете Константина Стери. Добрый день. Признавайся, Павел, что ты сбежал на секундочку, чтобы принять участие в нашей передаче, и потом пойдешь назад, значит, сейчас проходит конференция. Вот что это за конференция? Какие вопросы там поднимаются? В чем ее необходимость? Почему она случилась и к ней такой интерес? Это конференция научная, это Институт международных отношений Молдова. И это, по сути, Олимпиада между университетами. Вот когда определяются победители по республике, потом формируется команда, и эта команда будет участвовать в международных такого рода Олимпиад между студентами, именно по правовым вопросам. Но наши команды участвовали в прошлые годы, неплохие результаты. Это говорит, что у нас юридическая наука, юридическая мысль, она продолжается, развивается. И, конечно, в это время очень нужны квалифицированные, толковые именно юристы. Причем во всех областях. Если мы даже возьмем парламентскую деятельность как одной из основных, конечно, там нужны подготовленные люди. От качества юристов будет и качество законов. Но, помимо этого, еще механизм внедрения и исполнения тоже немаловажный. Поэтому, конечно, кадры, как знаменитая, решают все. Причем, не отвлекаясь сильно от тематики, я думаю, что более четко в отношении кадров, чем Владимир Ильич Ленин, еще никто не высказался. Значит, в отношении подбора кадров, он в знаменитой работе «Как реорганизовать нам РАБ Крин?» Раб Крин, да, рабочий крестьянский инспекция. Он определил четыре критерии. Как подбирать кадры. Причем, очень важно, чтобы сегодняшние наши политики прочли это. Потому что кадры подбираются, во-первых, с точки зрения профессионализма. Это первый критерий. Если человек не профессионал, он все завалит. Он все завалит. Потому что иногда за руководителем последние слова, да, то ли он министр, то ли он начальник, идут к нему. Вот есть какие-то вопросы, он как скажет. Если он профессионал, он четко скажет и всех поставит, как положено. Второй критерий. Это должно быть добросовестность. У нас есть хорошие специалисты, но недобросовестные. Они, как попадают на своем государственном посту в первую очередь, они начинают для себя работать, создавать себе бизнесы. Ну ведь в последнее время, как человек попадает в кресло чиновника. И тут знания закона их делают просто опасными для общества. Да, он грамотный, но недобросовестный. Он против общества работает. Против. На себя. Это в ущерб. Знаете, как раньше говорили, враги народа. Третий критерий. Это с точки зрения организаторских способностей. Если человек не умеет, пусть он будет и грамотный, и добросовестный. Но если нет этих качеств организаторских таланта, это большое искусство. Лучше его не поставить руководителем. Потому что он потянет вокруг себя такие же, и будут сидеть в кабинете и играться в телефоне. Многие так и делают. Они просто устают. Иногда люди попадают к ним с жалобами. Он не хочет даже, он не хочет подняться со стула. Посмотрите, даже депутаты. Они в районах не ходят. Они боятся людей. Поэтому у них эти качества. Разъясните даже, что мы делаем. Почему мы такие законы приняли. Как они будут работать и так далее. У них нет этой способности. Нету. Потому что они там попали случайно по другим критериям. И четвертый, последний, с точки зрения партийности. И здесь, конечно, можно много говорить в контексте сегодняшнего дня. Одномандатно и так далее. Многие избирательные системы. Тем не менее, партии, политические партии, именно тот проводник. Они солидные партии, имею в виду. Не такие диванные, как у нас, около 50. Или однодневки. Да, они появляются перед выборами. Их тоже надо пересмотреть закон, чтобы посмотреть, к чему. Они ходят как генералы, все эти, председатель партии какой-то. А за ними там только родственники, больше никого. То есть, как партии, как таковой, по сути, нету. А он ходит в начальниках. Ну, у нас, у Молдаван, любят ходить в начальниках. Да, вот, лидер партии. А кроме себя, еще несколько кумовей, нету никого в этой партии. Так вот, политические партии, в самом деле, они приходят с какой-то программой. Четкой, с командой. Поэтому, когда мы говорим, вот одномандатная система. А как они команду сформируют? По каким критериям? Поэтому, во всем мире есть такая практика. Солидные партии. Там воспитываются кадры. Там продвигаются кадры. Начинают от молодежных организаций. Причем, эти лидеры. Все-таки, я учился в Монреальском университете. На юридическом факультете одно время. Вот это лидерство. На каком? Английском или французском? На французском. Французский. Да. Уже со студенческих лет начинается это лидерство. И вот эта сегодняшняя наша конференция. Она тоже будет способствовать, что недостаточно, чтобы человек был грамотный, что-то знал. Необходимо, чтобы эти знания он применил, имел. Это мужество шагнуть, представить, защищать. То есть, нужны бойцовские качества, чтобы он стал лидером. Потому что... Качество публичного человека. Да, представить, спорить. Даже ошибиться иногда. Но именно бойцовские качества. Как пел Владимир Высоцкий. Мало у нас буйных. А, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. О, с вожаками у нас, то появляется и исчезает. Потому что там что-то у нее... За ним числятся грешки какие-то. А этих вожаков, они должны, конечно, проявить свои качества. Бойцовские. Потому что всегда массы нуждаются в лидерах. Грамотных. Но очень важно, чтобы они были честными. Честными. Чтобы у них было это моральное право что-то сказать, утверждать. И тогда и доверие к ним другое будет. Чтобы тебя потом иодой не обозвали. Ну да, это же постыдно. Это просто постыдно иметь таких руководителей. Я думаю, что надо это молодежи. Я каждый раз к этому призываю. Чтобы молодые ребята не думали, как уехать с нашей страны. А проявили себя в деле, свои качества. И даже воспитывали это. Это как спортсмен. Спортсмен, он тренируется, тренируется. Но все равно надо идти на соревнования, показать результаты. На публику выходить. Даже если он проиграет, все равно это очень важные сегодня бойцовские качества. Потому что многие много понимают. Но шушукается по углам. И не более. Вот на кухне все смелые. После стаканчика вина. Да мы туда-сюда. Как организоваться. В том числе митинги и так далее. То все в кусты. И каждый думает. Ну когда же изменится. Как? Что? Ну и оправдание. Что я один могу решить. Вот такое любимое оправдание. Это наше оправдание. Такое оправдание нет в европейских странах. Вот я вам дам пример. Недавно бастовали авиадиспетчеры и летчики. Ряд немецких авиакомпаний. И мы смотрели. Как это? У них 7-8 тысяч евро в месяц. Львганзе. Да. Вот именно. Гиганты. Как это? Им не стыдно. Такие зарплаты. А не оказывается. Мы почему бастуем? Потому что увеличилась нагрузка работа. Объем работы. Условия были сложные. И цены растут еще в придаче. А когда наши боссы получают 3-4-5 раз больше. Это же несправедливо. Надо поделиться этим прибылями. Когда компания имеет много миллиона и прибыли. И там зажали зарплату. Не годится. И в первых рядах там идут профсоюзы. Где у нас на 1 мая были профсоюзы наши? В день. Международный день всех трудящихся. Спрятались по кабинетам или шашлыки. Причем это не как говорят. Это вот проклятое прошлое советское. Нет, ребята. В Чикаго в конце 19 века этот день родился трудящихся. В США, кстати. И причем, да. Когда обвиняют Россию кто-то. Это не русские придумали. Не большевики. Я скажу, и коммунизм тоже не русские придумали. Адам Смит, Давид Рикардо и так далее. Когда Маркс проанализировали. И он предложил это. И манифест коммунистической партии было. Это не русские. Это из Европы все пришло. Но напомним, что Карл Маркс был евреем. Из Германии. Из Германии. А жил в Лондоне. А его друг Фридрик Энгельс, который вот и придумали эту теорию. А Энгельс вообще был заводчиком и капиталистом, если так говорить. Да. Поэтому это выдающиеся личности своего времени. Да. Они просто имели способность больше и дальше видеть устройство общества и некоторые ее закономерности. Поэтому очень важно для нас сделать определенные выводы, если мы хотим действительно построить хорошее и комфортное государство, чтобы люди чувствовали здесь комфортно. И не бежали отсюда. И каждый мог себя реализовать. И сразу возникает такой вопрос. Любое общество, как мы в начале передачи говорили, немыслимо. Нравится нам, не нравится. Оно без каких-то законов, писанных или не писанных, жить не может. Вот мы видим. Вот собери где-то какую-то толпу, помести в какую-то зону. И неважно, это там пионерский лагерь или какие-то там зэков там набрали или каких-то бедолаг. Там сразу начинает идет самоорганизация. Появляются свои элиты. Появляются свои пари. И тут же появляются какие-то правила, по которым этот мордобой рано или поздно кончается, устанавливается из хаоса этого, видимо, интереса в какой-то порядок. Вот эти законы, правила, это что-то кем-то вот так вымышленные? Или это сама жизнь толкает сообщество на их выработку писанных, не писанных и тех и других? Вот как юрист, правовед, государство и право, вот как ты считаешь? Вы затронули очень сложный... Это очень важно, потому что мы живем часто в нашем, мы говорим, куматризм. Это же тоже правило, только архаического мира. Если вы позволите, я начну сначала. Вот так и начнется. Мы же люди науки. Да, и начнем по порядку. Вот наука говорит, что человеческое существо появилось примерно 7-8 тысяч лет назад. И вот мы по теории говорим, что первое еще до государства формирование было Хуарда, называлось. Это больше стадный такой, да. Второе такое организация джинта. И, наконец, самое важное, которое мы знаем, это племя. Вот от племени... Джинта это вроде рода. Да, что-то такое, да. Вот можно сказать, что племя, которое по сегодняшний день есть и в Северной Америке есть. На островах, и на островах, и в Южной Америке, и в Африке, и так далее, и так далее. Вот здесь впервые появляется лидер. Лидер-вождь. И очень важно, что для того, чтобы выживало племя, выбирали, причем сознательно, самого сильного, самого такого, с какими-то качествами, потому что от него зависела... Жизнь всего племени. Жизнь всего. Потому что там в племени появились уже ряд таких общественных задач, как охрана, добывать пищу, началась обработка земли уже, то есть надо было распределять, в том числе и карательные меры. Потому что в любом обществе, как вы говорили, должно быть какие-то правила. Без правил ни одно общество не может существовать. Причем там были писаны, не писаны, как сказали, но без правил невозможно. И не сейчас, и не в дальнейшем. Поэтому вот в теории говорить, ну а как же вообще это человеческое существо появилось? Вот с одной стороны мы говорим, что это Божье создание. И я согласен. Потому что как это все было создано, нам пока до конца еще не объяснить. Хотя другая теория говорит, что мы, по сути, это эксперимент каких-то цивилизаций. Даже говорят, что мы девятая цивилизация. Есть много предметов, которые найдены. И не могут найти объяснений, как эти предметы, кто их принес или создал. Вот если мы посмотрим по телевизору, эти передачи действительно очень, ну просто не объяснимы, не говоря о семь чудес света и так далее. То есть есть какие-то предпосылки, что возможно мы просто какой-то эксперимент. Но как бы ни было, сущность нашего бытия – это взаимодействие с природой. Вот мы живое существо, чем отличается от животного мира? У нас есть разум. У них есть рефлексы. У нас есть разум. У них рефлексы, а у нас рефлексия. Вот это есть. Вот как мы обустроим, ведь же нам все дано бесплатно. Вода, минераны, все в земле есть. Флора, фауна. Только человек рационально используй. И не воюй против самого себя. Не воюй. Но по-прежнему воюй. Поэтому эти религиозные, все, которые есть, и Тура, и Библия, и Коран, и так далее, нам говорят, как между собой сосуществовать. И даже дает какие-то направления. Я не сильно религиозный, но если вчитаться в Библию… Но говори мудрого. Очень мудрого. Как нам жизнь обустроить? Отнесись к другому так, как к тебе. Рефлексивное, великолепное. Пошли по Канту. Да. По Эммануилу Канту, да. Но человек, вот такое существо, по большому счету, тоже животное. Просто на другой стадии, как бы, разума. Никак это не понимает. Но сейчас вот после племени переходим к государству. Это уже такая структура, которая имеет полномочия. И вот вы указали там парламент и так далее. Мы живем в республике Молдова. И каждый говорит, а что такое республика? А почему мы говорим республика Молдова? И мы говорим, что республика – это от греческого «республика». То есть все это публично, общее благо. И в стране, где выбираются государственные органы. Потому что есть другая форма. Есть монархия. Там не проводятся выборы. И некоторые страны до сегодняшнего дня. Там по наследству. Все по наследству. Поэтому мы живем, слава богу, в такой форме республика. Республика Молдова. И вот по мере появлений государства, как такового-то, началось в 16-17 веке формирование государств, как такового. Конечно, возникло… А национальные так вообще в 19 веке, по-хорошему, только начали. Да. И вот возникла необходимость, чтобы создавать определенные правила поведения. И как ни странно, вот это толчком, это было не политики, а именно люди бизнеса. Им надо было это четкие правила. И это все толчком, это стала частная собственность. Им надо было закрепить, что это мое. И знаменитые… Несмотря какого я ранга и чего, это мое. Нет, знаменитые в истории есть закон Хаммураппи, когда говорят, если это не твое, но ты тронул, тебе режется рука и так далее, и так далее. И просто чуточку отходя от вопроса… Сколько уже? Три с половиной тысячи лет где-то получается. Больше, да. Даже больше. Отходя чуточку, вот мы говорим, а почему в Германии не воруют? А почему в Белгии? Потому что они прошли этот этап очень строго. За воровство резали ухо, нос, руки. И они сказали, не твое не трогай. Поэтому, как говорят, ну почему у нас так это воровство, куда ни кинь. Потому что мы эти этапы как-то по-другому прошли. А для них это правило, даже не написанное… То есть проскочили, не усвоив это. Не усвоив. Не сделав своим. Не усвоив, потому что у нас были такие исторические предпосылки. Традиция. Поэтому в любом обществе без этих правил, которые мы по большой части называем законами, это есть закон. Но не все правила в законах. Потому что мы говорим, есть закон, начиная от конституции, есть постановления правительства и всякие регламенты. Это все есть правила, как делать, кому делать и так далее, и так далее. Поэтому очень важно, чтобы эти были правила очень хорошо продуманы. Есть такое выражение, что законодатель должен думать как философ, а писать по-крестьянски. И когда говорят по-крестьянски, чтобы было просто для понимания, чтобы любой средний человек прочитал закон, он понял. Да, вот в этом есть мудрость законотворчества. У нас иногда читаешь один закон, читаешь другой, иногда противоречит друг другу. Ни логики, ни понимания. Часть, конечно, мы переписываем эти законы, часть из других стран берем. Да, часть нам навязывать и так далее, и так далее. Поэтому еще раз возвращаюсь, потому что в обществе есть две формы правил. Есть закон или законные нормы, есть законы морали. Поэтому в обществе это не там порядок, где больше закона, а там, где они соблюдаются. Причем я вам скажу, что вот в эти азиатские страны, в первую очередь это Япония, Китай, Вьетнам, для них кавказские народы, для них неписанные правила моральные иногда сильнее, чем писанный закон. Потому что это из поколения в поколение, если сказано вот так, уважать старших, значит там не обсуждается это. Я вам скажу, в Японии почти нет дома для престарелых или у кавказских народов. Это же стыдно оставлять стариков в домах престарелых. Это весь род тебя будет смеяться. Это позор всему роду. Потому что каждый молодой рано или поздно становится старым. И как ты отнесешься к твоим старикам, к твоим родителям, к дедушкам и так далее, так и они, дети, будут к тебе относиться. Павел, на секунду. Вот я когда был послом в Китае, вот меня больше всего поразила одна притча. Значит, у одного отца был непослышный сын. И он соседит. Говорит, ты же род позоришь, клан позоришь, село позоришь. Как он у тебя? Он говорит, ничего, растет мой внук, он отомстит за меня. Вот то, о чем ты говорил, что неуважение к старшим, не только к их мудрости и опыту пренебрежения, а вообще неуважение. Это же бумеранг, который бьет по тому, кто не уважает. Даже больше, чем по тому, кто не уважается. Ну, раз вы были в Китае, есть в другие страны, есть совет мудрейших. Это не в партии, а люди, которые испытаны жизненным опытом, собираются, независимо, эти партии приходят, говорят, минуточку, ребята, что-то мы не туда идем. Потому что все же таки мудрость, она приходит годами. Это молодые, по 25-30, нет у них мудрости. То есть можешь быть умным, интеллектуально развитым, а мудрости нет. У них есть определенная информация, знания, но мудрости – это, дай Бог, после 50-ти. Поэтому очень важно вот этот богатый багаж знаний и опыта. Ведь же многие вещи в жизни, они повторяются. Поэтому очень важно вот эта связь, взаимосвязь поколений. И надо прислушаться, потому что, когда человек жизнь прожил, ему есть что сказать, не навязывая. Но эти советы, они очень-очень важны. У нас этого нет. У нас, помните, был министр, первая запись в трудовой книжке. Министр. Ну как этот молодой человек будет руководить? Кем? Ты говоришь, с чего начинал карьеру? Или посмотрите, судьи. В 25 лет он судья. А какой его жизненный опыт? Как же ты? Жизнь, судьбы людей ты должен решать. Да, да, да. Он приходит там, решает дело о разводе, а он еще семью не знает, что такое семья. И он вот, он начинает что-то. Ведь же, помимо закона судья и вообще юристы, они должны быть еще с жизненным опытом. Потому что надо все это знать. Помимо писанных законов, есть реальная жизнь. Поэтому очень важно, вот я говорил о критериях по Ленину. Четыре. Четыре очень важное. Надо все через спектр этих критериев. И тогда у нас, конечно, появятся толковые руководители. Но хотя бы как Гавель, хотя бы как Франсуа Миттеран, имея жизненный опыт. И очень такая моральная база, которая ему позволяет говорить, и чтобы в его адрес не услышать упреки. То есть еще и моральное право. Естественно. Это очень важно. А без моральных, вот посмотри, у нас ряд руководителей, чем они в прошлом занимались. Они большая часть, это рикетиры 90-х. Да, они стали уважаемыми бизнесменами. Но замашки-то у многих остались те же самые. Вряд ли они исчезли. И замашки эти никуда не делись. И общаясь между собой, они по-прежнему... По понятиям. Да. По понятиям. Ну вот они попадают в важные государственные структуры, в определенные функции. Но методы иногда те же самые потребляют. И они понимают вот это правило, как это закон, что дышло, как повернешь, так и вышло. То есть они становятся надзаконным. Их понятие выше законов. Вот я, переходя к этому правилам, вот сейчас много у нас беседов. У нас парламентская республика. Говорят, давайте президентскую республику. Давайте что-то смешанное и так далее, и так далее. Я хочу напомнить, что мы прошли это. Первый парламентом была парламентская республика 90-го года. Потом полупрезидентская при Снегуре. Мы были президентской республикой при Лучинском. Ну а потом, когда господин Лучинский задумал дополнительные полумочия в 2000 году, мы перешли на парламентскую республику, которая по сегодняшний день. А что теперь? Давай мы посмотрим на такой момент. Ведь институт президента и институт парламента, они избираются всеми гражданами страны, поэтому в этом смысле они равнолегитимны. Что Конституция говорит по этому поводу? Ну давайте разберемся. Давай. Потому что... Это интересный вопрос. Потому что у нас есть другая крайность. Что понимают наши умники под парламентской республикой? Вот что Кучка решит за стенами парламентами, то парламент проголосует, и президент типа как никто конь в пальто. А ведь это не так. Раз за него голосовали все люди, простите, он имеет ту же степень легитимности, если не больше, чем те, кто избраны в парламенте и парламентом, а не людьми. Народ суверен, я так понимаю. Я считаю, что... Какой парадокс здесь? Нету парадокса. Пожалуйста. Ничего нет идеального. Потому что есть... Во всем мире есть разные формы. Президентская республика, парламентская, смешанная или полупрезидентская. Уточним, что у нас. Да. И они хорошо себя чувствуют. Все зависит от ментальности. И как... Ведь посмотрите, как обувь. Мы какую обувь носим? Какая подходит под нашу ногу. Иногда... Вот у меня лично широкая нога. Но я же не стану туфли-стиляги, которые в Германии где-то кто-то носит. Я подберу, которые для меня удобны, для моих ног. Высокий подъем, как у наших. Да. Иначе я покалечу ноги. Зачем? Поэтому, когда начинаю, вот давайте туда-сюда. Мы должны подбирать такую форму, которая будет нам служить, и мы будем реализовать свои права. Очень важно, свои права реализовать. Ну давайте. Что такое парламентская республика? В чистом виде, как бы. Это есть выборность органов. И у нас есть три власти. Это законодательная, парламент, исполнительная, это правительство, и судебная. И судебная. Еще Монте Скиэ говорил о... Институт президента... Сейчас зайдем. Сейчас зайдем. Он такой принцип разделения властей. И вот в парламентской республике говорит, что парламент принимает закон. Правительство исполняет, а судебная как бы присматривает, чтобы было правильное исполнение. И еще учитывая то, что у нас есть Конституционный суд, который, если парламент принимает какие-либо законы, или правительство какие-то, постановления, регламентирующие какие-то правоотношения, можно оспорить в Конституционном суде, если они противоречат Конституции. Как основному документу в стране. Как основному закону. И это во многих странах. То есть, власть сосредоточена в парламенте. А сейчас посмотрим президентское. В некоторых других странах есть президентство. Например, Соединенные Штаты, Российская Федерация, и много-много есть, которые... Исполнительная власть сконцентрирована в руках президента. Потому что он избирается народом. Дело не в том, как он избирается. Почему? Это легитимность? Мы не о легальности, мы сейчас о легитимности говорим. Сейчас я объясню. Сейчас я объясню. То, что президента избирает парламент, это не значит, что он нелегитимный. Ведь кто такой парламент? Это наши представители. Представители народа. Но степень легитимности избранного народом и избрана по спискам, она чуть-чуть другая. Послушайте. Я говорю про человеческую психику. Послушайте. Как люди... Они говорят, а мы его не избирали. Можно я объясню? Мы тьмов тебя не избирали. Точка. Послушай. У нас нет весов, где больше легитимности. У нас есть чувства. Да, чувства. Ну, чувства на чем-то надо обосновывать. Поэтому есть страны, где парламент там. Вот посмотрите, Германия. Германия. Кто предлагает? Вы знаете, кто там президент? Да его почти никто не знает. Но там канцлер предлагает парламенту, парламенту. И парламент утверждает. То же самое, как было и у нас до сих пор. То же самое и Владимира Николаевича Воронина. А что от этого его значимость была меньше, не в этом проблема еще раз. У него были фактически диктаторские полномочия, имея главную мощную партию в парламенте. Правильно? Сейчас зайдем. Я просто с точки зрения закона. Поэтому то, что он парламентом. Ведь посмотрите, как по конституции. Власть принадлежит народу. Да? В конституции. Точка. Но народ реализует свое право напрямую референдумом. Или через своих представителей. То есть депутат это наше представительство. Я ему доверяю. Я его избираю и доверяю. То есть есть две формы реализации власти. Поэтому ничего страшного в этом. Пошли дальше. Важно в личности этого президента. И опять, если возвращаясь к конституции. Конституция в парламентской республике дает одни полномочия парламенту. А президент, он больше декоративный. Как и у нас сейчас пока. Значит, он пролонгирует законы. Да то он не похож на декоративного. Этот парень пытается вернуть президентству тот статус, что был. Давайте мы идем шаг за шагом. Потому что люди могли понять. Еще раз повторяю. Десятки раз. Дело не в парламентской или в президентской. Дело в наших людях. И в качество наших людей. Мы можем... Абсолютно согласен. Мы можем... Давай отсюда... Толковать там как угодно. Послушайте, вы как инженер. Давайте мы молдаване. Я не инженер, я математик и логик. Хорошо. Давайте вот как логику. Я вам дам вот такую. Давайте мы умные молдаване. Давай мы придумаем молдавский автомобиль. Давайте мы возьмем двигатель японский. Ходовую у немцев. Что-то у итальянца. Соберем все это до кучи. Скажем, молдавский автомобиль самый крутой. Стоп. И ездить по нашим дорогам. Ну, не важно. Не очень важно. Будет это правильно? Да не будет правильно. Потому что многие просто... Не стыкуются. Не совместимы. И они не будут работать. Это разные системы. Поэтому я и говорю, вот у них работает. Это работает у них, потому что там люди законопослушные. У них есть культура. И там власть подотчетна и ответственна перед гражданами. Поэтому говорят, вот давайте дадим президенту. Ну, дадим. Вы что думаете, что завтра у нас все изменится? Да ничего подобного. Потому что люди у нас не хотят изменить. Некоторые проворовали, начиная с 90-го года, по настоящее время. Разные партии. Разные правители. Мы здесь в Дурлеште. Посмотрите, под лесом в Дурлеште. Это что, своим ратным трудом? Это особый город. Поэтому у нас еще, к сожалению или нет, в жилах это вороватость. Как бы что-то стащить. Помните, и у нас есть такой грех. Помните в колхозе? Когда черешню хотели кушать, куда? Пошли в колхоз. Яблоки, куда? В колхозные поля и так далее. Вот по чуть-чуть. А некоторые, которые возвращались с работы в колхозе еще, да, при коммунистам, строго. Пока он сумку чего-то не протащит домой, для него день потерян. День потерян. Еще раз поздравляю. И это дальше продолжалось. А когда начали разрушить контролирующие органы, я же как прокурорский работник еще из советских времен, я знаю, что такое была прокуратура в советское время. Когда люди, конечно, думали, что есть закон. А когда все это рухнуло в 91-м, когда урезали полномочия прокуратура, и говорят, не, у нас в демократическом государстве есть рыночные отношения, и люди своим сознанием, ничего подобного. Конечно. Ничего подобного. Людей надо воспитывать. И иногда методом принуждения. Что поделаем? Есть два метода. Или умом, или кнутом. То есть, или убеждение, или принуждение. А по-другому никак. Это все цивилизации через это прошли. И мы так устроены. Поэтому, когда теряется чувство страха, появляется вседозволенность. Поэтому, еще раз повторяю, зависит от нас, от людей. Мы хотим что-то менять. Мы хотим жить в нормальной стране, уважать друг друга. Поэтому, когда идет этот пинг-понг, давайте мы дадим полномочия. Давайте. Вот я упомянул. У нас была президентская республика при господине Лучинском. Вы заметили разницу между одним и вторым? Ничего подобного. Вот Тимофти, это мы заметили. Четко. Это потрясающий был президент. Он меня убил. Я таких президентов ни в одном государстве земного шара не видел. Не в этом дело. А сейчас, представьте, что у этого Тимофти было уйма полномочий. Представьте только, что он мог одним расчерком пера решить большие вопросы. Я боюсь, что еще хуже бы было. Так, а чего мы тут так резко ратуем? Давайте президенту полномочия. Мы еще должны посмотреть, кто будет президентом. А так ли безопасность сконцентрирует стойко власти в руках одного человека? И в наше переходное время сейчас... Нет, пока что мы видим другое, что власти у нашего президента очень мало. И ему приходится отстаивать свое право. Господин Баршевич, мы не можем создавать законы под одним человеком. Мы не можем изменить конституцию под одним человеком. Потому что президент избирается раз в четыре года. Кто будет следующим? Мы можем давать гарантии, что он будет. Я понял, Павел, что ты говоришь. Это очень опасно. Поэтому, когда мы говорим, в чем разница между парламентской и президентской, мы говорим, да, парламент у нас плохой. Он потерял свою легитимность. Но если он станет у них номинальным еще, ой, начнется. И нет. Ой, будет весело. Подождите, опять не в этом проблема. Ой, кучка, Ваня, пойдут им подкупы. Послушайте, послушайте. Это почему он такой нелегитимный стал? От поведения людей. О, абсолютно верно. От поведения, от качества. Посмотрите, эти люди, их уже, их, некоторых просто ненавидят люди. Да, не уважают и ненавидят. Они же пришли с определенной партией, глотки рвали, получить эти голоса. И где они сегодня? Они тут же поменяли, якобы не сошлись характерами и так далее, и так далее. Это постыдно просто. Поэтому еще раз говорю, не зависит парламентская или президентская. Качество людей, которые нас каждый раз обманывают. Мне больше всего нравится парламентская, президентская или президентская, парламентская. Потому что должен быть противовес. Потому что если заносит или президент, диктатор, или там парламент вытворять, что хочет. Хорошо. Помнишь, ты упомянул Монтиске, это вообще от лока идет. Принцип чего? Чтобы власти балансировали, и тогда будет в стране больше порядка. Павел, у нас заканчивается передача. Что ты под конец хотел бы сказать нашим зрителям? Послушайте. По минутам у нас просто. Наша жизнь зависит от нас. Так. Не ждите, чтобы кто-то пришел за нас. Не ждите, чтобы пришел кто-то, делал этот порядок. Просто некому. Зря. Мы так лежим и ждем, чтобы кто-то. То, что ты говорил в начале передачи. На кухнях мы герои, а когда действовать, мы вкусные. Второе. Будут выборы. Ну, через год, через два. Очень важно посмотреть качество этих людей. Потому что мы хотя бы раз в четыре года, но имеем реальную возможность повлиять. Посмотрите, аграрная партия. В 94-м они были большинство, в 98-м вообще ни один не прошел. То есть, можно, если захотим. Поэтому очень важно. Для меня не важно, какая партия. Для меня важны люди добросовестные. В первую очередь, добросовестные. Не воровать у других. Чтобы было стыдно. То есть, четыре ленинские критерия выходят опять, да? Ну, если люди захотят вникнуть в этом. Потому что есть откуда выбирать. Есть у нас хорошие ребята, еще остались. Но зависит от нас, от людей. Кто их выберет. А выбираем мы. Это первое. И это не только выбирать четыре года, но надо поучаствовать. Ни один парламент, ни один президент. Он не сможет в одиночку это делать. Это надо вовлекать специалистов, экспертов. Широкие массы. Только вместе мы эту лодку, да? Все должны грести в одном направлении, как единая команда. Но когда мы шкурные вопросы решаем только для себя одного, конечно, это общество не будет прогрессировать. Поэтому я верю, что у нашего государства есть будущее. Но зависит от каждого из нас. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Это был Павел Медреган, юрист. Человек, который прошел, по-моему, все стадии, которые там. И прокурорскую деятельность он знает, и судебную, и адвокатскую. Кстати, блестящий адвокат. Который и со студентами работает, и в науке. И вот он попытался за эти немногие сорок с чем-то минут обозначить главные вещи такими, как он, мудрый человек, их понимает. Я во многом согласен с тем, что он сказал, и надеюсь, что он еще будет не раз на наших передачах. Дорогие соотечественники, с вами была авторская позиция, и я ее ведущий, Виктор Борщевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok